Субтитры делал DimaTorzok Кто такой Райма Суманин А игроки впервые испытали на своей шкуре Его гнев и отеческую заботу Вернется ли снова прекрасный и яростный фильм в авангард? У омских ястребов скоро плей-офф Новые люди, свежие лица Манукян, брат Манукяна Хромцов, сын Хромцова И другие возможные герои борьбы за кубок Харламова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, это программа Овертайм В руководстве авангарда произошли изменения У команды новый начальник Его зовут Борис Бабаев, ему 30 лет Он пришел к нам из московского Спартака Но является продуктом и воспитанником Омской хоккейной школы Бабаев был когда-то вратарем Он занимался у Сергея Герсонского Сергеем Герсонским мы поговорим сегодня подробно Не про Бабаева, про Олимпиаду Это будет через минуту, а пока новости До возобновления чемпионата КХЛ Две недели, авангард работает на арене Двухметрового шведского вратаря мы на льду не заметили Карсон вроде бы улетел, но обещал вернуться Говорят, визу делает Парень в маске, молодой защитник Яценко Ему на днях исполняется 18 Он тренируется в первом звене Отметим, что Калинина перевели в сочетание Киванову и Казионову Вот этот приз от болельщиков за 100 заброшенных шайб Должен был достаться Кулешу Еще после игры с Борисом 26 января Но капитан авангарда Тогда получил сотрясение мозга И был увезен в больницу Но награда нашла героя Володя Ткачев уже отрезанный ломой для Омска Шанса ему тут не дали Но не можем не порадоваться за земляка За океаном он джет за Монтон напалмом Забивает и дает в каждой встрече И по многу нарабатывает на высокий номер на драфте Женская сборная России с амичкой Анной Шибановой В составе начала с двух побед Олимпийский турнир Наши уже в четвертьфинале А мужская хоккейная сборная Начинает в четверг Игрой со словенцами Сборная России в Сочи На олимпийском турнире На предварительном этапе Проведется неделю Начиная с четверга 3 матча Главная задача Избежать квалификации Попасть сразу в четвертьфинал Первый соперник Словения кажется проходным Но вспомните Год назад на чемпионате мира по хоккею Мы играли с такой же проходной Франции И проиграли 1-2 Эксперт программы Заслуженный тренер России Сергей Герсонский Уверен На этот раз проблем не должно быть Уровень мотивации игроков И их ответственности гораздо выше Ну скажу так Тут ребята, которые прошли Очень много международных турниров В том числе и олимпийские игры Так что я не думаю о том Что они будут там волноваться Или переволновываться По поводу игры со Словенией Тут основная задача тренеров Убедить правильно сыграть игроков Правильно сыграть Еще раз напомню о том Что это будет уже подготовка С игрой с Америкой Которая будет в общем-то Ключевой наверное игрой В этом турнире Для нашей сборной В этой подгруппе Второй матч В субботу с американцами Одними из фаворитов турнира Год назад На чемпионате мира Мы были разбиты в пук и прах По сути молодежным Дублирующим составом Звездно-полосатых В этот раз Трибуны погонят нас Вперед с первых минут Не рискуем ли Вязавшись в атакующий хоккей Снова получить Ахаб Кушаев от Янки? Скажем так В Ванкувере Что атакующий хоккей Сыграл с канадцами В минус Только помогло Я думаю Что здесь Сборная России Имеет свои преимущества Связанная с тем Что площадка Несколько другая И здесь На таком Ну скажем Большом участке поля Нужно использовать Игру коллективную Игру в пас Насколько наши Будут использовать Это я думаю Тренер должен их убедить Я думаю У нас свои преимущества есть Другое дело Что их нужно сразу же использовать Именно подчеркнуть То что мы Хозяева в этом доме Третья игра Со Словакии С командой Мечехословакской школы хоккея Мы всегда традиционно Играем Трудно и натужно Ну я думаю На одни и те же играли Хватит уже наступать Последние игры Олимпиады Получается Мы Словакам Уступаем Думаю Закончился тот праздник Для Сборной Словакии Думаю Что в этом году Сборная России Не даст им шансов Сергей Герсонский Уверен Для того Чтобы иметь шансы На успех В скоротечном Олимпийском турнире Где все играют с листа Надо действовать на льду Быстро и просто Это главное Сыграть В быстрый пас Ускорить игру Это заставляет соперника Обороняющегося Ошибаться Так вот Две позиции Допустим Нужно отдать передачу Наш игрок Отдаст передачу Такую Которая может Перехватиться А те Игроки Которые играют В инхейл Он отдаст пас Через борт Такой Который Не перехватывается Вот вся разница Нужно упростить Игру Это не говорит о том Что нужно отбрасываться Игра должна иметь смысл Каждый эпизод Должен быть осмысленным Но он должен Выполниться так Чтобы шансов У соперника Не было никаких Наши люди в Сочи Играющие за Россию Те за кого Будем болеть персонально Хоккеисты Имевшие Или имеющие Отношение к авангарду Наибольшее Игровое время Наверняка получат Защитники Белов и Никитин Мы с вами В этом сезоне Их не видели Но во всяком случае То что видели В предыдущем сезоне Это вселяет Какой-то определенный оптимизм Плюс то что ребята В общем-то И не ветераны И не молодые Они как раз В том возрасте Который позволяет Еще развиваться И развиваться Поэтому я думаю За тот год Который они провели В НХЛ Они изменились В лучшую сторону Прибавили в тех качествах Которых им не хватало Но и те лучшие качества Еще и улучшили Которые у них были Это броски Это умение читать игру Это позиционная игра Очень хорошая Очень грамотная Этих ребят Ну и наверное Те минусы Которые были Я считаю Что были небольшие Минусы Связанные с игрой В обороне Особенно это касается Маневренности Быстроты Катания Для того чтобы Отбирать шайбу То есть достаточно Я думаю Они за этот период Времени Улучшили Свои вот эти качества Если говорить О нападающих У нападающих Есть свои качества Которые Ну я скажу так У многих игроков Сборной Этой нет У свитов Нужно сказать О том что Это стержень команды В каком плане Если нужно Он может многое сделать Вот просто Видно по человеку Вот он понял О том что Ну уже Ну никак не обойтись Он возьмет Это и сделает Я не говорю О том что он сделает Но мы все Прекрасно понимаем Заглядывая Из сегодняшнего дня Сразу на 10 дней вперед Каковы шансы Сборной России На медали в Сочи Все зависит от Технической оснащенности Функциональной подготовленности Команды на сегодняшний день Если мы здорово Будем выглядеть То у нас шансов Очень много Очень много Надежды в этом есть Те ребята Которые в НХЛ Они сравниваются С теми ребятами Которые будут Представителем НХЛ В других командах Которыми будет встречаться Наша команда А то что У Белединовым Было время Функционально подготовить Команду Тут бесспорно Он в этом плане Человек опытный Умеющий Знающий И уверенность есть Что ребята будут готовы Функционально хорошо На прошлой неделе Мы уже рассказывали Вам о том Что Райма Суманин Отказался продлить Контракт со своим Нынешним клубом Хивк На этой неделе Эта тема Получила свое развитие Как нам стало известно Агент представляющий Интересы Суманина В России Уже разослал Резюбе своего клиента Ведущим клубом КХЛ В том числе И Авангарду Четыре года назад Мы впервые узнали Кто такой Райма Суманин Январь Февраль Начало марта 2010 года Авангард Под руководством Игоря Никитина Проигрывает 11 матчей Кряду И падает На пятое место В Восточной конференции По тем временам Это считалось провалом Тогдашний хозяин Омского хоккея Леонид Полежаев Был в ярости И дал задание Своему подручному Анатолию Бардину Найти за рубежом Нового тренера Для своей команды Тренера Молотова Жесткого Способного взглянуть На омских признанных звезд Под иным углом зрения И хорошенько Встряхнуть Бардин съездил в Европу Где любил По своей привычке Попить кофейку И вернулся С этого кофебрейка Водушевленном Я нашел Финского Виктора Тихонова Так заявил он Полежаеву 48-летний Райма Суманин И в самом деле Был поклонником Тренерской системы Анатолия Тарасова И Виктора Тихонова Его привезли в Россию И бросили прямо в бой Самое пекло Свой первый матч Вот там Райма И принял команду Вместе со своим помощником Василием Тихоновым Прежнего главного тренера Никитина не уволили А подвинули Он остался на скамейке В качестве еще одного Ассистента Суманина Как и Юрий Панов Уникальная Заранее проигрышная ситуация Один тренерский штаб Смещен И находится в шоке Второй только-только Входит в курс дела Суманин проигрывает Свой первый матч В России и Авангарде И говорит после этого Поражения слова Которые можно считать Ключевыми для понимания Того Что он будет делать дальше Для нас У нас были очень хорошие эмоции Они перехлестывали Но Мы должны Нужно найти Правильный баланс Эмоции И мы должны Правильный баланс На будущее Найти где эмоции А где у нас мастерство Чтобы не перехлестывали Эмоции Главное оружие В арсенале воина Суманина После того Как Авангард Проиграет Все три матча плей-офф С общим счетом 3-10 И завершит сезон Суманин устроит команде Тренировочный лагерь В Омске На месяц Я случайно Забреду на одну Из закрытых тренировок И впервые услышу Как яростно кричит Суманин на льду На звезд и миллионеров Я буду находиться В ложе прессы В безопасности Но тогда мне захочется Бежать со всех ног С арены Прочь Подальше От этого гнева Эмоциональный террор Управляемые конфликты Как стимул Для движения вверх Суманин знал Что делал Когда поджигал И провоцировал Чтобы вывести Из равновесия Сытую и аморфную команду Александр Стерлигов Который будет работать С Райма позже Во время его второго Прихода в Омск Уверен Суманин сделал Некоторые черты Своего характера Тренерской методой Он по жизни такой человек Он когда игроком был Он проявлял инициативу И в том числе Получал задание тренеров Предположим Вывести лидера В психологические строя Ну как будем говорить Роль провокатора То есть вот Как сегодня игра С Лео Комаров Динава Москва А вот он такую роль Тоже выполнял Поэтому вы понимаете То есть это В игровой период И в тренерский В период Видимо этот стиль У него сохранился Весной 2010 И позже Летом в бежсезонье Авангард Подстегиваемый Эмоциональным кнутом Суманина Тренировался так интенсивно Что по замечанию Ягра Мог осенью Разорвать кого угодно Хоть сборную Звезд НХЛ Под горячую руку Попались соперники Из КХЛ И Авангард В том сезоне Заявным преимуществом Выиграл регулярный чемпионат Прокатившись катком По турнирной дистанции Наряду с прессингом И давлением Райма задействовал И другие Более тонкие И точные инструменты В ходе работы с игроками Тем, кто хотел работать И учиться хоккею Он буквально разжевывал Что и как Им надо делать И на льду И за его пределы Он дал мне старт При нем Первый раз Меня взяли в первую команду Подсказывал Вход до питания Не знаю Он показывал на льду И тем более Когда приходишь В первую Со второй Разница огромная Подсказывал Как правильно Клюшку Может тебе поменьше Завелать Может там бросок Как-нибудь Как-то еще Помогал Так словами Требовательный был То есть Спрос был такой же Как и с остальными Ты Тебе передавали Его слова Я точно знаю Что он говорил Что Калинин Через 3-4 года Станет капитаном команды Да Он мне говорил Не знаю Посмотрим Как бы Я Надеюсь Наверное Но запала Не хватило На весь сезон К плей-офф Команда подошла Эмоционально выхлощенной А теория Управляемых конфликтов Не сработала В одном единственном случае В случае с Ярамиром Ягром Личный конфликт Тренера и игрока Накануне седьмого Решающего матча С Магниткой Выплескивается наружу И Анатолий Бардин Азартный игрок И авантюрист по натуре Вмешивается в этот конфликт Смещает Суманина Прямо накануне игры Ставит во главе Команда Никитина И Проигрывает все Аванкард Проваливает матч Не дойдя шага до медали Выиграемые у Магнитки И у нас была бы бронза Бардин Через полгода Попадет в опалу И уйдет в отставку Суманин покинет Омск Как тогда кажется Покинет навсегда Но уже через полгода вернется Вернется, как говорят Совсем другим человеком Сделавшим определенные выводы Какие именно Об этом через неделю Смотрите далее Юрий Панов В этом году Плей-офф в МХЛ Будет длинным Хотим подольше задержаться За праздничным столом Знаете ли вы Сколько воспитанников Омского хоккея Становилось чемпионами мира В составе сборной Нашей страны У нас все для хоккея Лукашевича 35 На первом этаже Арены Омск Уголь для автоматических котлов Телефон 505-988 Профессиональный инструмент Бош Скидки всем клиентам Магазины Бош-центр Степанца 12 И Панфилова 12 Только на Лаврадио Мы скажем себе Гуд Морник Восемь утра Не пропусти свой Биг Лав Месседж В три дня Звони Твоя любовь В прямом эфире Все будет Замечтательно Для лиц Старше 12 лет Добрая Баба Яга Приглашает всех На свой день рождения В континенте Призы Гостям праздника А именинникам Февраля В подарок Развлечения В трансформере 16 февраля В 14 часов Вход свободный Знаете ли вы Сколько воспитанников Омского хоккея Становилось чемпионами мира В составе сборной Нашей страны Шестеро Виктор Блинов И Юрий Шаталов Стали чемпионами мира В составе сборной СССР Антон Курьянов Александр Пережогин Александр Свитов И Никита Никитин В составе Российской сборной Вы смотрите программу Овертайм Наша молодежная команда Омские ястребы Готовится Зайти на хитрик Напомню Ястребы Дважды брали Куба Харламова Получится ли Третья попытка Куба Харламова Который дважды подряд Брали омские ястребы Пока еще в полном владении Тех, кто его завоевал Здесь у нас Городи Вот он Но уже через пару недель Перед началом плей-офф Его отправят в Москву В главный офис МХЛ И начнется новая гонка За обладание этим призом Гонка беспрецедентно долгая Почти два месяца Продлится плей-офф С 1 марта По 30 апреля Такой задержанной Кубковой серии Российский молодежный хоккей Пока еще не знал Дай Бог, конечно Чтобы подлиннее И подольше Посидеть за этим Праздничным столом Плей-оффа, как говорится И не упасть Лицом в салат Мы стараемся Мы тренируемся Мы до сих пор Ребята играют под нагрузками Еще не отпускаем Отчасти из-за подготовки К плей-офф Из-за игр под нагрузкой Омские ястребы И утратили в январе Своё безраздельное Лидерство в лиге Сбавили ход Теперь они не уверены На первые А первые-вторые Но лучший снайпер команды Михеев утверждает Ничего страшного Самое главное впереди Вот-вот оно начнется Вот там и тогда И надо быть в полном порядке База тяжной Плей-офф Пять раундов Но ничего страшного Силы есть Все ощущается Осталось всего Четыре игры дома Четыре на выезде Потом уже Маленькие перерывы И начинает Самое интересное Из-за плеча Михеева По ходу интервью Выглядывает один Из самых опытных игроков Команды Горшков А мы отметим Самого молодого И, как говорят Самого быстрого Вот он, 30-й номер Тигран Манукян 97-го года рождения О братьях Манукянах В последнее время Много говорят специалисты Старший Тигран По прогнозам На драфте Должен уйти первым Из омской молодежи Артём На год младше Но забивает Играя за школу По пять шайб за игру У братьев Разный хват И они мечтают Сыграть в одном звене На разных флангах Да, есть Потому что такая Сыграть с браном На звене И в центре С Кириллом Не сказано Но он очень нравится Как он играет Ещё один молодой И талантливый Вратарь Денис Хромцов Сыграл 7 матчей На ноль В этом сезоне От отца Сергея Хромцова Унаследовал Не только профессию Но и манеру игры Редко кто из вратарей Сегодня играет В классической стойке В стиле стендап Он меня учит В таком стиле Котором он придерживался Не то чтобы сейчас Современный стиль Который Тренера Показывают Он свой Мне придает У нас как бы Разработался свой Смешанный стиль А больше в нём чего? Стендапа Или бутерфляя? Больше стендапа Ну потому что Он мне всегда говорит При моём росте Мне не нужно садиться Больше выкатываться За счёт выбора позиций игры Даже если Авангард Не попадёт в плей-офф И Кубок Надежды Не возродят Кубковый хоккей Этой весной Нас гарантированно ждёт Поболеем за парней Из омских ястребов В нашем эфире Время конкурса Смотри в оба Спонсор рубрики Сеть специализированных Магазинов Мир хоккея Вот этот эпизод Мы загадали вам Ровно неделю назад Вспоминайте? 24 января Выездной матч В Ханты-Мансиске С Югрой Сергей Костицын Реализует большинство Но эта шайба К сожалению Не помогает нам Выиграть И набрать Хоть какие-то очки В этом важном матче Авангард проигрывает Югре 1-2 Представляем дуэт Наших победителей Вернее Они сами представляются Меня зовут Гуля Актерганова Меня зовут Орлан Актерганов Мы полеем за Авангард Мы любим Мир хоккея Призы победителям От мира хоккея А сейчас Внимание на экран Друзья Новый вопрос Мы следим за хоккейными новостями И встретимся с вами через неделю Овертайм продолжается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова